Пацаны, всем привет, на связи Юра Лассерда. Сегодня мы с вами разберем такой вопрос, о чем общаться с девушкой. Итак, поехали. Значит, предположим, ты познакомился с девчонкой, да неважно где, в колледже, блять, в Шараге, я не знаю, там ВКонтакте, на сайте знакомств. Короче, ты познакомился с девчонкой, ты ее позвал на свидание, окей. Дальше, ты приходишь на свидание, приходит она, о чем общаться? Вообще, ты знаешь, мужик, в идеале, конечно, в идеале, самый, так скажем, универсальный вариант, это экспериментировать, то есть это импровизировать, то есть это придумывать что-то на ходу, какие-то шуточки, что-то еще. Но, коли уж ты меня смотришь, скорее всего, у тебя нет опыта и, скорее всего, ты хочешь получить какие-то конкретные ответы на такой вопрос. Так вот, я тебе скажу, значит, в первую очередь, что, ну, о чем лучше не общаться с девушкой, да? Лучше всего избегать таких банальных тем, типа, бля, ну, а на кого ты учишься? Типа, а какой у тебя самый любимый предмет в школе? Ну, вот, например, а кем ты там хочешь пойти работать или кем ты там уже работаешь? То есть, ну, ребята, блядь, это скучно, это реально нудно и даже когда, если девушка сама заводит такую тему разговора, лучше с нее слезть. Вот серьезно, потому что на эти темы она может общаться с кем угодно, и стопудово в ее жизни было миллион парней, которые также шли с ней на свидание и общались на тему этой хуйни. Поэтому, блядь, чувак, это реально скучно, это реально заебческо, так не стоит делать. Значит, о чем общаться стоит? Стоит общаться, честно скажу, обо всякой хуйне, вот просто обо всякой хуйне. Можно поговорить там на тему современного рэпчика, например, да? То есть, там, я не знаю, ты слушаешь скриптонита, там, да, я слушаю, там, мне нравится, а мне не нравится, помойка ебаная, я слушаю, что другое. То есть, ну, на какие-то реально такие, ну, то есть, нестандартные темы. Можно, например, банально, ты приходишь в магазин, да, ты приходишь в магазин, ты видишь, я не знаю, какой-то мальчик, которому 16 лет, он просит дядю купить сигареты. И ты можешь пообщаться на эту тему, сказать, слушай, а вот в школе чем ты занималась? Ты вообще там была правильной девчонкой? Ты там курила, бухала с подругами или чем ты вообще занималась? Что-то можно рассказать о себе? Я вообще предпочитаю, как делать? Я предпочитаю, когда ты девчонку вытаскиваешь на свидание, как-то ее сначала разговорить, потому что, ну, чувак, это парни, как бы они меньше стесняются. Хотя, стоп, что, может быть, даже парни больше стесняются. Но, во всяком случае, обычно я стесняюсь меньше девчонок, поэтому девчонки, они больше такие скромняшки, они стесняшки. Поэтому моя задача, вот когда я прихожу на свидание, моя задача разговорить девчонку. То есть, можно задавать вообще тупые вопросы просто, я не знаю, там, а у тебя волосы, ты, значит, их красил или они натуральные, да? А где там, я не знаю, купила там сумочку или эти кроссы? Ну, то есть, похуй, все что угодно. Вот. И, значит, моя задача, в первую очередь, разговорить девчонку, чтобы у нас было такое общение. Знаешь, вот твоя задача, в первую очередь, чтобы наладить такое дружеское общение. То есть, не когда ты общаешься, как будто ты пришел устраиваться на работу. То есть, типа, ты пришел устраиваться на работу, такой сидишь, там, типа, как на собеседовании, вот, на собеседовании. Это хуёво. Между вами должно быть такое общение, как будто, ну, вот ты к своему лучшему другу пришел, такой, Хэй, гандон, блядь, завари-ка мне чайку нахуй. Вот, ну, что-то в таком духе, да? Я думаю, все так общаются со своими друзьями. Ставь лайк, если ты тоже так общаешься со своими друзьями. Так вот, собственно говоря, задача, в первую очередь, разговорить девчонку, чтобы она не стеснялась, чтобы она вела себя плюс-минус раскропощённо. И дальше, дальше, что я делаю и что советую делать тебе, это не то, чтобы даже заставить, ну, можно сказать, заставить, да, чтобы она больше о себе рассказала. То есть, сделать так, чтобы она в основном рассказывала что-то о своей жизни, да? А ты просто такой слушал, типа, да-да, там, ну, какие-то вопросики тоже задавал. Я не знаю, нахуй я так делаю. Честно, я не могу это объяснить. Но мне так реально больше нравится. И когда девушка, она уже достаточно о себе рассказала, она уже понимает, что ты её хорошо знаешь, можно перевести вопросы на такую тематику. Ну, то есть, это чисто для соблазнения на тематику уже каких-то её прошлых отношений. То есть, например, там, можно сказать, слушай, расскажи, вот, ну, у тебя же стопудово был прошлый парень, почему вы расстались? Можно напиздеть всякую хуйню. Типа, вот я там, например, занимаюсь психологией, там, я занимаюсь, не знаю, там, отношениями. Мне интересно отношения между парнями и девушками, да. Ну, вот, что-то такое. Потому что, когда девушка, ну, опять же, на мой взгляд, когда она рассказывает о своих бывших парнях, она, ну, как бы, как сказать, как будто она больше тебе начинает доверять. То есть, она немножечко тебе рассказывает то, что не рассказывает первому встречному, да. То есть, уже какое-то доверие налаживается. То есть, она уже как-то себя чувствует более комфортно, когда она с тобой больше тебе доверяет. Вот. Ну, и, соответственно, в целом, понимаешь, что я сказал с самого начала свидания, не должно проходить, как по шаблону. То есть, это не должно быть, там, список, там, 30 вопросов. Ты ей задаешь 30 вопросов, она вам все отвечает. Ты такой, типа, ну, все, давай, удачи, пока. То есть, типа, ну, это очень странно. Поэтому, чувак, просто банально я тебе скажу, вот, совет охуенный. Не бойся, не стесняйся нести всякую хуйню, реально. Не стесняйся шутить, даже если шутки будут уебанские. Но ты над ними угораешь. Я думаю, девчонка тоже подхватит твою волну. И, то есть, как-то тоже будет общаться уже на позитиве. Вот, ну, и в целом, что в целом? В целом, практикуйся, делай больше свиданий, больше девчонок, общайся с ними. Можешь даже банально, там, знаешь, позвонить девушке по телефону и просто с ней попытаться, там, я не знаю, хотя бы 15-20 обо всякой хуйне поболтать. То есть, там, я, например, я не знаю, типа, я вот сейчас иду в магазин, знаю, сейчас куплю курочку, заебеню себе курочку, покушаю, да. Потом, я не знаю, пойду там в КСик с пацанами подолблю, там, о, ты тоже любишь КСика, давай вместе поебашем, да, ну, то есть, ну, такое общение, чувак, то есть, оно нестандартное, оно весело, оно интересное, вот. Я думаю, в целом, я максимально понятно объяснил. Даже, блядь, чувак, даже не старайся гуглить такие фразы, типа, там, список, там, а то есть, как это, что спросить у девушки? Чувак, это просто постная хуйня, ты этим все запоришь, просто будь самим собой, и так будет просто охуенно. Все, ребята, я думаю, на этом все. Всех обнял там, а, стоп, стоп, не обнял еще нихуя. Комменты, лайки, ну, подписки, там, колокольчики, вся вот эта вот приблуда, вы сами все знаете, умеете. Вот, ребята, а я с вами на этом прощаюсь, теперь уже точно обнял, на связи был Юра Лассерда, всем удачи, пока.